МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала Рика ТВ продолжает программу «Город сегодня», в которой мы поднимаем самые злободневные темы и стараемся вместе с компетентными специалистами и телезрителями разобраться в первоистоках проблем и найти пути решения. Одной из животрепещущих проблем в нашем городе является вывоз мусора. Ежедневные посты на эти темы в социальной сети Инстаграм стали настолько привычны, что кажется, будто эти жалобы уже неискоренимы. Вот, к примеру, в одном из последних постов житель улицы Братьев Жубановых, дома номер 296, корпуса 1, сетует на деятельность ТО «Тазакала», который осуществляет вывоз мусора с этого района города. Своё недовольство он высказал в одной из инстагрупп. Якобы компания не выполняет свою работу должным образом, но при этом не забывает взымать плату за свои услуги. На что ТО «Тазакала» на своей страничке в Инстаграм парирует, что это негабаритный мусор, и вынос его к контейнерным площадкам вообще является нарушением правил благоустройства, за что грозит штраф от 20 мрп и выше. Однако это не мешает октябинцам продолжать складировать мебель, оконные рамы, коробки и другой строительный хлам. В итоге ТО «Тазакала», чтобы не доставлять неудобства соседям, недобросовестных горожан и не слышать свой адрес нареканий, вынуждена вывозить его, но по отдельному графику. Как приходится бороться с недобросовестными горожанами? Хватает ли спецтехники и людей? С какими еще проблемами сталкиваются в компании, которая занимается вывозом мусора? Расскажет начальник производственного отдела ТО «Тазакала» Алибек Карабасов. Алибек, я приветствую вас в программе «Город сегодня». И начну беседу с того, что хватает ли вам вообще техники для того, чтобы вывозить мусор? Ну, во-первых, мы не оштрафовываем. Этим занимается местная полиция. Мы также с ними отрабатываем совместно с местной полицией, с управляющей компанией, с жилищно-коммунальным хозяйством. Также прилагают усилия управляющие компании КСК, кондоминиум. Даже жители, бывает, помогают. То есть они фотографируют фотографии определенных нарушителей, присылают нам на личную страницу. Также, как я скажу, то, что жители бросают крупногабаритные отходы, это неправильно. То есть мы должны складировать отдельно ТБО, твердопутовые отходы. Это коммунальные отходы, получается, их контейнеры. А крупногабаритные, это туда входят деревья, ветки, строительный мусор, мебель. То есть их должны самовывозом отдельно или за отдельную плату ввозить. Но хватает ли вам спецтехники, чтобы это все вывозить? Спецтехники у нас хватает. Для этого мы сейчас меняем маршрутные графики, то есть полностью систему работы меняем. Где надо, убираем технику. У нас есть вот задние погрузки, боковые погрузки техники, мусоровозы. Получается, сейчас, как вы и слышали, на один из микроэнеров мы устанавливали евроконтейнеры, то есть, которые до этого ездили, забирали там отходы. Боковые погрузки, спецтехники, мы сейчас ее направили на район Москва, где установили старые контейнеры. Скажите, какой район города курирует у Тазакала и сколько домов и абонентов вы вообще обслуживаете? Наша компания курирует, получается, восточную сторону города, начиная с улицы Али Мулдегуловой. Это, получается, Космос, Сазда, 11 микрорайон, 12 микрорайон, в сторону старой части города, также Курмыш, с южной стороны, получается, захватываем Болашах, Табыс, в сторону 41 до села Ясного, а также у нас ходят Заречный, Ахжар-2, Ахжар-плюс, а также седачные участки, Россовхоз. Где-то около 65-70% города мы охватываем. А вот сколько спецтехники, какой транспорт еще есть в вашей компании? У нас есть, получается, мусорозы, задние погрузки, боковые погрузки, а также у нас есть для мобильной группы, которые вот вывозим крупногабаритные отходы, погрузчики, самосвалы, также у нас есть полевомоющие машины, получается, уличные пылесосы, специальные техники для очистки дорог. Успевает ли транспорт это все делать? Успевает. Но для вас социальные сети – это бич или все же подмога в работе? Ну, вообще, мы относимся к этому положительно, для нас это подмога считается. У нас бы как бы это стимулирует. У нас есть вот своя страница, да, в Инстаграме «Ахтубета Захала». Мы всем отвечаем, никого без внимания не оставляем, у кого какие жалобы, у кого какие предложения есть, мы стараемся тут же ответить до и после, результаты фотографий все скидываем. На критику адекватно реагируете? Адекватно реагируем, да. По вашему мнению, что нужно сделать, чтобы привить культуру к нашему населению? Ну, во-первых, я думаю, нужно сделать раздельный сбор отходов. То есть, как я уже говорил, крупногабарительные отходы жители должны сами возить или за отдельную плату как бы не собирать это в контейнерной площадке или около контейнерной площадки. А сбор около контейнерной площадки – это является нарушением мелкого хулиганства, да. В выходные дни вы тоже работаете? Да, в выходные дни мы работаем. Просто много жалоб поступало после того, как прошел праздник, тот же самый Новый год, либо наурысы, и мусорные баки переполнены. И люди тут же начинают фотографии скидывать в социальные сети. Вообще у нас производственный блок работает ежедневно, без выходных. И субботу, воскресенье. Если у людей есть какие-либо жалобы, куда они могут обращаться? Они обращаются обычно через страницы. В основном через социальные сети? В социальные сети, да, обращаются. А потом начинают уже в жилищную инспекцию, в акиматы обращаться, в исполнительные органы. Как вы боретесь с теми людьми, которые выносят мусор после ремонта квартир, старую мебель и так далее? Как-то вовлекаете полицейских, либо полиция работает с вами? Во-первых, мы штрафовать не имеем права, то есть это не входит в наши полномочия, штрафуют местные полиции. Мы же отрабатываем совместно с местной полицией, с управляющими компаниями, жилищно-коммунальное хозяйство, также КСК и кондоминиум, даже жители свои усилия тоже предлагают. Получается, могут отправить фотографии нарушителей, и, соответственно, местные полиции их штрафуют. Получается, от 10 МРП начинается их штраф. А если мусор выносят ночью, как быть тогда? Ну, сейчас вот ведем работу, видите, ночью сейчас, да, бывает, скидывают. Ну, я сейчас хочу также, мы сейчас через соцсети, да, люди доносим, если увидите вот такие нарушения, то, пожалуйста, снимите, зафиксируйте это и отправляйте нам в страницу. Хотя бы номер госмашины, госномер автомобиля, получается, ночью много скидывают. У нас очень много проблемных площадок, где именно ночью выбрасываются эти крупногабаритные отходы. Мешками выбрасывают строительные отходы, получается, мебель и все подряд. А можно назвать эти самые объекты, куда большое скопление мусора? Этих объектов очень много. Могу отметить, есть на Вегородке такие, Вегородок 29, 24, на 8-м микрорайоне братья Жубана 296, 298 дома. На старой части тоже очень много, Чернязова 23, 30 лет Казахстана тоже выбрасывают очень много. По всем городу таких мест много. Получается, мы с утра, допустим, загрузили эти отходы, а после обеда уже можно наблюдать, что там обратно гора накапливается. И мы с каждым годом все это с этим боремся, ведем работы определенные, разъяснительные работы. Олибек, спасибо за информацию Вам. Надеемся, что люди будут активно принимать участие, наш город будет чище и красивее. И Вам спасибо, что позвали на этот эфир. Благодаря Вашему эфиру и вообще социальным сетям, я хочу призвать жителей, чтобы они приложили свои усилия. Давайте вместе приложим свои усилия, чтобы город держали в чистоте и в уюте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это золотое правило, которому нас учат с детства. Вот только во взрослой жизни некоторые почему-то не следуют ему, а надо бы. Будьте здоровы, аккуратны и чистоплотны. До встречи в эфире на РИКО-ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА